Сегодня мы поговорим о двух выдающихся политиках, чьи решения и действия оказывают значительное влияние не только на свои страны, но и на всю региональную, а иногда и на глобальную арену. Речь пойдет о президенте Казахстана и Турции Касмжумар Титукаеве и Реджепе Таипе Эрдогане. Каждая из этих тюркских лидеров является ключевой фигурой в своем регионе. Их действия, решения и взгляды привлекают большое внимание со стороны международного сообщества. Давайте погрузимся в экспресс-анализ их лидерских качеств, а под видео вы поделитесь своим мнением. Реджеп Таипе Эрдоган Эрдоган известен своим харизматичным стилем руководства. Он может влиять на массы с помощью впечатляющей речи и сильных коммуникативных навыков. Эрдоган может использовать мощную и эмоциональную риторику. Его речи часто содержат эмоциональный контекст и национальный акцент. Он известен своим самоопределением и уверенностью в себе. Он твердо отстаивает свои лидерские цели и политику. Эрдоган – лидер, который принимает активное участие во внешней политике. Он проявляет интерес и лидерство в международных делах на Ближнем Востоке и в других регионах. Эрдоган предпринял целый ряд инициатив по преобразованию политической, экономической и социальной структуры Турции. Эрдоган известен как самый популярный лидер в Турции после Ататюрка. Ему удалось создать широкую базу поддержки на протяжении всей своей политической карьеры. Риджеп Тайб Эрдоган – лидер, умеющий хорошо общаться с общественностью. Он умеет обращаться к публике напрямую и понимать ее ожидания. За время своего руководства он провел политические и правовые реформы в стране и перестроил политическую систему. Тукаев имеет дипломатическое образование и опыт в области международных отношений. Он занимал высокие посты в Организации объединенных наций. У Тукаева более спокойный и умиротворяющий стиль руководства. Он может использовать более взвешенный и дипломатичный язык в противовес эмоциональному Эрдогану. До январских событий в Казахстане Тукаев был лидером, который продолжал руководство, доставшееся ему после Назарбаева. После событий 2022 года мы наблюдаем, как Тукаев гладко реформирует укорененную политическую систему в стране. Тукаев сосредоточен на обеспечении стабильности и социальной гармонии в Казахстане. Он делает акцент на социальном и экономическом развитии. Тукаев придает большое значение образованию и науке. Он активно предпринимает шаги по укреплению инфраструктуры, науки и образования в Казахстане. Тукаев также проявляет большой интерес к экологической устойчивости и зеленой экономике. В свое правление он активно работает над решением огромных задач, которые достались ему после 30-летнего правления Назарбаева. Тукаев поддерживает укрепление местных органов власти и поощряет более активное участие граждан в процессах принятия решения. Тукаев подчеркивает верховенство закона и придает большое значение созданию справедливой правовой системы. Он делает акцент на правовых реформах и независимости судебной системы. Как вы заметили, у обоих лидеров разные стили руководства и приоритеты. Несомненно, это напрямую связано с возможностями стран, а также с их геополитикой. А что думаете вы? Что делает этих президентов уважаемыми в их стране?